Как часто нам приходится вступать в спор, отстаивать свою точку зрения, подбирая нужные аргументы. Дебаты так или иначе присутствуют в нашей повседневной жизни. Научиться всемирному формату школьных дебатов есть шансы у 111 ребят, которые приехали в Центр Юнормеец. У нас несколько школ, которые достаточно активно занимаются дебатами. И очень важно сегодня мы в гости к себе принимаем другие территории. Такие как Ивантиевка, Люберцы, из Санкт-Петербурга у нас есть команды. У нас есть тренеры, не команды, к сожалению, команды не приехали, но тренеры из Прибалтики, из Таганрога. То есть это достаточно широкая география. Для нас это очень важно. Мы этому уделяем внимание. И очень приятно, что этот форум приживается потихонечку в Щелковском муниципальном районе. И повторюсь, надеемся, что он станет уважаемой площадкой на территории не только Московской области, но и Российской Федерации. Хорошо, что ребята с такого раннего возраста, юного, когда у них большой потенциал, учатся делать хорошие дебаты. В смысле уметь слышать других аргументированно, с подходом. И главное, чтобы из этого родился результат. В этот раз тема форума «Революция 1917 года». Но прежде чем ребята приступят к дебатам, прослушают мастер-классы и пройдут тренировочные раунды, очень важно сказать друг другу «Здравствуйте». Так как Щелково уверенно становится постоянной площадкой для проведения дебатов, многие встречаются здесь как старые знакомые. А кто-то приехал впервые, но точно знает для чего. Это очень хороший опыт. То, что это заставляет тебя выходить из твоей зоны комфорта. Это то, что ты начинаешь мыслить быстрее и думать, что ты говоришь. Я всегда наслаждалась процессом спора, процессом какого-то обсуждения, дискуссии, беседы, дебат, если хотите. То есть это действительно моя среда. Это то, что мне нравится делать, это то, что я хочу делать. Это то, с чем будет связана моя профессия. Показательная игра от питерских экспертов подсказывает, в каком направлении двигаться и еще раз напоминает основные правила и смысл дебатирования. Это образовательные дебаты. Их задача, с одной стороны, уметь подготовиться к теме. И есть особая технология подготовки к теме. Важно подготовить свои собственные речи, подготовить вопросы за или против той или иной точки зрения и представить результаты подготовки на дебаты. Необходимо детей обучать правильной устной речи, риторике, умению отставить свою точку зрения, не быть максималистами, а уметь выслушать другого человека. И по опыту уже многих лет дебатеры, победители в играх, активные участники, они очень успешны и в студенческой жизни, в предустройстве на работу и при выстраивании дальнейшей своей карьеры. Впереди у ребят еще день тренировок и отборочные раунды. Финальные игры пройдут в воскресенье. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова